Я тебе говорила, помнишь? Если тебя что-то не устраивает, давай разойдёмся, не будем друг друга мучить. В итоге ты был со мной, а потом просто предал. Зачем? Можно было сделать по-другому. А ты, получается, всё это время меня обманывал. Обманывал всё это время. А ты меня не обманывал, потому что его прошлого? Нет, не обманывал. Ты меня не обманывал? Нет. Чем ты занималась в прошлом? Ты опять за это прошло? Чем ты занималась? Я ничем. Марко, ты думаешь? Я не занималась. Скажи честно, а что же это делать, чтобы переписывать с твоим другом? Скажи мне. Я тебе объясняла про эту переписку. Это наше личное. И это не касается... Конечно, это ваше личное. И это не касается то, что ты думаешь. Это всё очень приватно. Не надо со мной так разговаривать. Это всё очень приватно. Да что ты бесишься-то из-за этого? Вот именно поэтому и бешусь. Именно поэтому всё вот так вот на нет сошло, понимаешь? А ты думаешь, ой, Саймон меня предал. Да. Прям просто... Помогите себя. Здесь покрасил, а мне кажется, я сегодня загорел. Да-да-да. Девочки, не накидывай на себя пухо. Я так за тебя переживала. Ты так плохо себя чувствуешь. Марго, не уходи, пожалуйста. Выглядишь, как будто так. Да ничего ты не переживала. Лен, Лен, не надо. Успокойся. Я переживала. Что за бред? Это игра какая-то. Вчера к тебе подошла и не переживала за Саймона? Ну... Просто хотела в движуху. Ну, мне правда сейчас очень сильно обидно. Я за тебя не подошла. Представляешь так, будто бы я сделала какую-то провокацию специальную. Ну, так и не было. Я тебе сказала, я только это то, чтобы у тебя было все хорошо. Это было лично мое мнение. А то, что ты сейчас говоришь кучу гадостей, мне очень неприятно. То, что ты мне не веришь. Верю. Марго, сейчас даже твоим слезам никто не верит. Я плакала, чтобы тогда ты поверил. Что тебе надо? Чтобы я сейчас поверил твоим слезам? Да перестань. Да ничего не надо. Ты очень мерзко себя сейчас ведешь. Я верю. Я верю твоим слезам и верю всему тому, что ты написала. Очень мерзко себя ведешь. Очень. Я верю всему тому, что ты написала. Сейчас Марго заплакала. Я написала специально тебя поддержать, а ты-то выставляешь, будто бы я какую-то провокацию хотела. Да мне надоело из влудного влудного. не трогаю тебя, не цепляю, хожу мимо. Нет, дают мнение Марго, и она начинает вот так сочинять, просто сочинять. И я в ответ тебе просто улыбаюсь, потому что меня реально это улыбает и смешит. Я говорю свое мнение, вы такая же пара на проекте, как Ксюша не просто так подметила, что меня это смешит. Все, что не делается, все к лучшему. Марго, просто не каждый может принять девушку с древней профессией. Я только счастлива. У меня не было такой профессии, Май, если не знаете. А, ну она еще есть, ладно. Ты чего? Я просто случайно зашла в кухню, там Белисарь, Саймон был. И? И? Просто мразь, вонючая. Что сделал? Он просто мразь. Так а что случилось? Что случилось, Марго? Я же не знаю, что случилось, я не знаю, что с ним. Он просто как бешеный, просто на меня орал. Он мне доказывал только что, что он мне не верит, что я просто искренне за него переживала, когда ему было плохо. И я специально, я играю в игру, я с Артемом придумала, что ему надо написать, чтобы потом была провокация. У нас с тобой был курортный роман, мы ни к чему не шли, ты это прекрасно знал. Ильич, ты мелишь, ты всем говорил, что у нас не курортный роман, мы к чему-то идем. Нет. Короче, только что столько гадостей мне сказал, просто. Нереально много гадостей, я даже все сразу не вспомню. Просто мразь вонючая, как можно со мной так разговаривать, я не понимаю. А еще самое главное, что они мне доказывают все, что это я его первая бросила, это я его предала. Ильич, что вообще? Он понятия не имел, что я хотела с ним расстаться, и тем не менее мне изменило. Я не понимаю, он тоже в это верит, что я его первая предала? Я, кстати, вот сейчас лежал, смотрел что-то. Я так подумал, Ксюша Марго, вот нравятся такие люди, именно типажа это. Блин, прости, неприятно с тобой на комнате находиться. Я не понял. Я хотела поговорить. Ну я поняла. А можно не в нашем бунгало? Лен, а можно не в нашем бунгало? Нет, мне вообще в принципе без разницы, где с Марго разговаривать. Она туда пошла, я сейчас там с ней поговорю. Все. Я же его предавала, поэтому он с тобой так и разговаривал. Господи, Лена, угомонись, я никогда с Саймоном не предавала, я всю жизнь была ему верна. Нет. Всю жизнь, пока мы встречались. Слушай, Марго, да, видишь, у тебя вся жизнь уже, ты просто очень много себе надумала. Да, вся жизнь, представляешь? У нас тут просто на Доме-2 время на 3 умножается. Ну да, у вас так, у вас тут так. Ну, видишь, у всех по-разному. Просто ты не серьезно ко всему относишься, а я отношусь ко всему серьезно. Нет, Марго, ты не думаешь, что я не серьезно ко всему отношусь. Я слышу, что тебе нужно лишь бы там попрыгать, лишь бы со мной подраться и так далее. Тебе Саймоном не бесит. Нет, почему? Я с тобой не собираюсь даться. А я как раз таки стала отлично. Я пришла с тобой хорошо поговорить, ты от меня бегаешь. Так я тебе сказала, Лена. Я говорю, присядь со мной, ты ушла. Так что, ты меня слышишь? Я пришла с тобой в бунгло, ты ушла. В данный момент я не хочу с тобой разговаривать. Слышала? Почему? Я хочу с тобой поговорить. Просто потому, что я не хочу в данный момент с тобой разговаривать. Ну почему нет? Ну, потому что мне неинтересно с тобой разговаривать. У меня есть нерешённый вопрос. Я то, что хотела услышать, я услышала от Саймона. Но с тобой у меня нет смысла поговорить. Я пришла к тебе с добрыми намерениями, ты не хочешь со мной поговорить. Нет, ты всегда приходишь ко мне с добрыми намерениями, я заметила. Нет, Марго, я к тебе очень, в принципе, не прихожу, как бы не бери на себя много кухонной накидываю. Спасибо тебе большое, отвела меня от такого мерзкого человека просто. Марго, мне спасибо, Саймон уже тоже сказал то, что я отвела от такого мерзкого человека, как ты. Но я к тебе не предвзято могу. Я к тебе хорошо отношусь. Ты не бойся меня, пожалуйста. Потому что твои провокации никак не будут мешать нашим отношениям. Я желаю тебе только счастья. Я вижу то, что у тебя наклёпываются отношения с ковром. Я считаю, вам нужно заселиться. Мы с Саймоном будем способствовать этому и как-то за вас переживать. Спасибо, что поддержала Саймона в трудную минуту. Потому что ему это действительно нужно было. Может быть, я пока его не так много знаю, как ты. И поэтому у меня не так хорошо. Ты просто тусила вчера на вечеринке Виталика. Ты по-моему пофиг была на Саймона. А я переживала. Ему плохо в этот момент было. Видишь, как бывает. Знаешь, Марго, я пришла к тебе за советом. И вот только то, как ты скажешь, я так и сделаю. Ты мне главное говори, что делать. Ты же, Марго, самая умная. Еще раз. Самая красивая, да? Ты, наверное, так думала, пока я не пришла. Нет, я и сейчас так думаю. А потом взяла и парня увела. Странно так. Нет, ну ты себя до пластики видела. Слушай, красивая, это когда родилась красивая, а не когда сделала себя. А может быть, тебе тоже тогда пластику сделать, чтобы ты тоже была красивой? Нет, нет, я и так самая красивая. Видишь, Саймон все-таки не мой. Все, что не делается, все к лучшему. Да, он не твой. Просто я тебе хотела сказать, чтобы ты не перешивала. Я устала, чтобы говорить, Леночка, приходи завтра, поговорим обязательно. Извиняем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...